Спуск на углу улиц Интернациональной и Ленина, а точнее территории речного порта, знакомо, наверное, каждому, кто живет в Бресте уже не один год. Еще совсем недавно здесь активно ездили большетонники МАЗы, а вдоль набережной по акватории Муховца ходили груженые баржи. Теперь прибрежная линия продлена, прогулочная зона увеличена, строители заняты обустройством территорий и расчисткой акватории, а порт меняет свою основную прописку. На этой территории планируется продолжение строительства набережной, и продолжение сквера. Из действующих сооружений порта здесь предполагается ставится наше административное здание и ремонтная база, которая занимается обслуживанием, техническим обслуживанием судов. Первые планы по переносу порта были озвучены еще в далеком 1978 году, однако до дела тогда так и не дошло. Со временем город разрастался, и порт оказался в его центральной части, что создавало определенное неудобство не только для сотрудников учреждений, но и для горожан. Именно тогда было принято решение о переносе порта за черту города. В преддверии тысячелетия тема переноса основных ресурсов речного порта на специально отведенную территорию возле деревни Ямна получила новое звучание. Необходимости в размещении такого объекта не просто в черте города, а в его центральной части уже не было. Сегодня на участке строители проложили новую дорогу, таким образом, сделав доступным транспортное сообщение, создана акватория и причал. В этом году было освоено порядка 600 тысяч рублей. Речпорт был разделен на этапы так, чтобы он мог работать. То есть, это акватория, чтобы могли подходить сюда, баржи выгружаться, загружаться. Акватория готова. Далее, подъездные пути к акватории готовы. Электроэнергия, транспортная подстанция готова. И диспетчерская, ну вот тоже готово, здание стоит, видите, тоже она готова. Вот это был как бы у нас такой этап, чтобы с минимальными затратами можно было работать в этом месте, в порту. Всего на строительство нового объекта было выделено порядка 2 миллионов 800 тысяч рублей. Работы продолжаются. На ближайшее время в планах устроителей – укрепление самой акватории, монтаж подкрановых путей, возведение производственно-бытового корпуса. Для осуществления своей непосредственной деятельности также рассматривается вопрос о покупке двух портальных кранов. Уже в год тысячелетия свой рабочий сезон специалисты речного порта планируют начать именно с этой базы. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дарт Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.